Я играю, может, больше 200 или 300 песен. Мне нравится выступать, потому что я хочу много кубков. В свои 8 лет София Михайлова умеет играть на 10 инструментах. Ее младшая сестра Соломия тоже не отстает. Старший брат этих талантливых девочек учится в Академии музыки имени Глиера. Сразу на двух специальностях, а их родители – профессиональные музыканты-преподаватели. Это история о семье, в которой музыка является движущей силой, главным мотиватором и вдохновителем. У них музыка не сразу была. Сразу у них была цирковая студия. Мы Софийку еще повели в два годика. Нам сказали, ну, чересчур маленькая. А потом, когда Софийке стало четыре, а Соломейке два, ну, за компанию с сестрой можно. С удовольствием в ней там прыгали, играли. Несмотря на такую увлеченность цирковым искусством, с самого раннего возраста девочки всегда находились ближе к музыке. Слушали, как занимается старший брат, вместе с родителями ездили на музыкальные фестивали и конкурсы, наблюдали за тем, как выступали другие дети. Я вот вспоминаю детские годы. Старался им ставить, конечно, музыкальные произведения. У нас София под Рахманинова концерт засыпала. Детских песен я много включал, Соломи. В принципе, оно тоже влияет на развитие. Плюс, с самого раннего детства практически София, потом и Соломия, мама приходила на работу слушать Ваню и в гости. Вот, у нас София практически спала под барабаны. Все заходили, удивлялись, как это барабаны стучат, а она спит. Психологи утверждают, что фоновая музыка очень сильно влияет на развитие креативности у ребенка, на его воображение и память. Возможно, поэтому сегодня Софии удается подбирать на слух любые мелодии. Родители даже сами удивляются, насколько легко и быстро это происходит. Мы вот сейчас думаем, как она их воспроизводит. Мы еще с ней не разбирали. Она берет, а я ее знаю. Ну вот, как бы, она наслушалась в детстве, да, то, что с Ваней. И очень важно, когда в семье, в обстановке, ну, не даром говорят многие специалисты в этой отрасли, чем хочешь, чтобы дети занимались, тем и увлекай им. Если хочешь строителям, лего там строй. Если хочешь музыкантов, музыку слушай. Очень сильно вдохновляет девочек их старший брат Ваня. Часто он помогает родителям укротить бурную энергию Соломии и Софии. Девочки к нему прислушиваются. Он, когда что-то рассказывает им, как правильно делать, у него очень серьезный вид. И, видимо, этот серьезный вид, это первое. Второе, что он старший брат. Третье, что у него очень хорошо профессионально получается. Это вдохновляет, что они начинают к нему прислушиваться. Это очень важно. Сначала я с двух лет бегала, маракасами стучала. Я на сцене выступала с коллективом и стучала маракасами. Потом я хотела заниматься на флейте. На фортепиано думала, буду играть. Ну, вообще, сначала я думала, что я буду циркачкой. Но цирковая студия отошла на второй план, когда Софийка решила всерьез заняться музыкой. Самый ее любимый инструмент – саксофон. Я на нем люблю его больше и занимаюсь на нем. И я сам за саксофон, я получила свой первый рекорд. Как самая младшая саксофонистка, которая играет в джаз-инпровизации. Софии очень нравится саксофон. Больше всех среди других инструментов. Она любит и на фортепиано играть, и на скрипке, и на тромбоне, и на мелодике, и на блокплете. И на гитаре осваивает, и на барабанах постучать. Ей с удовольствием нравится. Но вот саксофон ей ближе всего, по душе. Вот как чувствуется она его себе родным. Каждый день София усовершенствует свои навыки и играет все более сложные произведения. Игра на саксофоне – достаточно сложный процесс, который девочка быстро освоила. Надо правильно держать диафрагму, правильные ноты играть. Ноты сначала надо учиться, пальцы быстро передвигать. Есть такой мундштук, и там трость. И надо в трость дуть. Ну так надо и дуть. Есть упражнение. Надо брать мундштук и на стульчике вот так, как прискочать. Такая диафрагма тренируется. Я играю, может, больше 200 или 300 песен. У меня память хорошая на саксофоне, а на всех инструментах почему-то нет. Правильный подход к детям. Вот нельзя сразу, как взрослым, серьезно, все в рамке. Ну нельзя, к детям нужно по-другому относиться. И к каждому нужно по-разному чувствовать, как относиться. Если вот сразу развивать дыхание, сразу правильную постановку, сразу амбишур ставить как надо, сразу говорить правильно пальчики и аппликатуру, не только аппликатуру ставить, а еще правильно ставить пальчики. Ой, скажут, что-то так сложно. Я уже что-то не хочу заниматься на инструменте этом. И очень важно вот в любой музыке, когда преподается музыка, нельзя сильно разграничивать. Это музыкальная литература, это сольфеджио, это специальность, это одно, это второе, третье. Когда оно в комплексе идет, и преподаватель может это преподносить незаметно для ребенка, он незаметно для себя и понимает, что он любит сольфеджио, любит музыкальную литературу. И оно ему несложно, оно ему легко. По мере того, как росла и развивалась в музыкальном плане Софика, подрастала и маленькая Соломия, которая тоже не желала отставать от старших брата и сестры. Соломия – знаток трубы. Я на ней больше всего занимаюсь. Раньше было сложно, сейчас легко. Ну, сначала было тяжело дуть, а дальше, когда высокие надо брать, тяжело дуть, воздух брать. Бывает так вот, что мало детей, которые хотят играть на духовых инструментах, а в оркестре и в ансамбле все равно должен присутствовать этот инструмент. Ну, значит, ставим своих детей, пробуем. Получается? Получается. Значит, будет. Не получается? Ну, значит, подберем еще. Ну, чаще всего получается. Правда, родителям порой бывает нелегко совладать с эмоциями дочерей. Они сильно привязаны друг к другу, и при этом каждая желает быть в центре внимания. Эмоционально они друг от друга очень сильно зависят, конечно. У них есть это, как у любой семьи, сестринская конкуренция. С братом нету такой конкуренции, потому что у них возраст, уже интересы. И он намного старше, и он мудрее их всегда успокаивает. Они очень тут рядышком, вместе, и каждый хочет быть в центре внимания. Если вот София поехала, выиграла гран-при, а Соломея первое место – это все. Это слезы, это обиды. Я больше не занимаюсь, у нее больше гран-при, у меня нет гран-при. Даже инструменты, которых в музыкальном классе довольно много, этим двум непоседам бывает сложно поделить. Они неусидчивые. Поиграли сейчас на фортепиано, потом уже София села на барабан, и уже и Соломея захотелось на барабан, и уже они обиделись, они уже не могли поделить ударную установку. И вот так во всем. И вот эти отношения между ними – это самое утомительное, конечно. Конечно, родителям конкуренция присутствует. Если одному что-то надо купить, вот, допустим, Соломея в 4 года говорила, я скрипачка, я хочу на скрипку. Только ей покупаешь скрипку, тут уже София говорит, я тоже скрипачка. Самое удивительное, что такая конкуренция между сестрами и является для них движущей силой, стимулом осваивать новые инструменты и произведения. Сегодня каждая из них, выходя на сцену, уже практически не волнуется. Джаз, бенд, крок, в котором играют девочки, очень часто выступает на концертах и конкурсах. Сначала я слишком-слишком волновалась на моем самом первом конкурсе и концертах. А сейчас, если это очень сложный конкурс, я волнуюсь. А если это там концерт, я немножко волнуюсь. Я уже много выступала и уже не переживаю. Мне нравится выступать, потому что я хочу много кубков. Мой важный момент в «Детячей планете». Я там заняла первое место, потому что, когда я играла, у меня выключилась музыка, и мне люди сделали ритмы. Хлопали мне. Девочки научились легко выходить из самых непредвиденных ситуаций на сцене. Они легко импровизируют, а где нужно, и станцуют с инструментом в руках. Соломия, она непосредственно, она любит смотреть по сторонам. Кто как реагирует на все. А София реагирует на свои движения. Полностью может даже придумать и в движениях импровизацию. Во время произведения смотрит краем глаза на всех, повторяйте. Все вокруг участники, группы думают, ну что же, опять снова импровизация. Можешь ничего не придумывать. Давай заранее прорепетируем. Ну, с коллективом веселее, а самой интересней. Ну, не интересней, а можно придумывать свои импровизации, там, танцы свои придумывать. Играть и танцевать. София, она более дипломатичная, она такая более консерваторная, более пафосная, можно так сказать. Да, она любит пафос, она любит себя, на себе зацикливаться. Главное, чтобы она выделялась. Она любит выделяться, и если она видит, что вот даже в коллективе как-то она не выделяется, она все равно во время игры делает все так, чтобы она выделялась и становилась в центре внимания. А вот у Соломии другая миссия. В коллективе юная трубачка очень восприимчива к фальшивым нотам, легко и быстро вычисляет музыканта, который их сыграл. Если кто-то когда-то там вот исполнил что-то, и это не понравилось Соломии, у нас минут пять идут выяснения отношений. Почему ты забыл в этом месте и не сыграл не ля, а там фа или соль? Почему? Как ты мог? В оркестре, художественным руководителем которого является папа девочек, шестилетней Соломии приходится играть с ребятами, которые в два-два с половиной раза старше ее. И Соломии нельзя отставать. Сейчас у нас мальчик в коллективе, который учится в Глиера на втором курсе, он говорит, мои однокурсники хуже играют, чем ты, Соломия. У тебя даже и читкость листа, и звук очень хороший. Это история о том, как музыка может вдохновлять и делать людей счастливыми. История о родителях, которые умеют подобрать правильные слова, мотивировать и учить. История о детях, которые находятся в абсолютной гармонии со своим внутренним миром и окружающей средой. Это миг для них счастья. Они живут в этом коллективе «Джазбэнк Рок». Для них это любовь, это общение, это семья, это друзья. Они проводят тут массу свободного своего времени. Многие говорят нам, что у них детства нет. А детство подразумевается счастье. Если оно счастье получают от удовольствия то, что они делают, значит оно есть. Естественно, воспитывать как музыканта выбор уже ложился на их плечи. Я не уверен даже, что сейчас этот выбор сделан. Я вообще считаю, что неправильно делать за детей выбор. Направлять, помогать, требовать, помогать быть счастливыми, да. Дерзкие и талантливые, смелые и неугомонные, самостоятельные и счастливые. Они наше будущее. Они – будущее Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин